Тринадцатая школа Ташина Островского? Так. Там была целая серия таких розписей. Это было, будем сказать, украинская мова, литература. Позже, после Шевченко, будем сказать, Айдемаки. Там целый был комплекс розписей. Там 7-8 розписей было. И центральная школа была Шевченко. Тринадцатая школа, насколько я помню, за радянских частей была российской? Не, украинская. Украинская, так. Мои дети учились. 7-8, я напутал. То 7-8 было. Украинская школа была, нормальная. Но самое главное, что те директори, которые там находятся, у меня еще розписи были в первой школе, директори, которые там находятся, они думают, что они страшно великые начальники, и они имеют право на свое понимание, свое понимание великое, поменять. Менять не нужно. Подновить – да. Это вечные вещи. Это не он из своей кишени дал. Это держава из кишени. И эти деньги – это историческая памятка. Поэтому такие исторические памятки погибли. В универмазе был витраж. Витраж был в универмазе. Очень большой витраж. Я знаю, сколько праций покладено, чтобы сделать то, чтобы сделать то, чтобы сделать металличный каркас. И где именно он находится? С боку от сквера? Нет. Вот так, как ты заходишь. Ага, по сходам. По сходам идти. Прямо наверх сразу же был этот вот. Потому что там добудова появилась. И если и добудовы не было, то там было великое векно. То векно и сделали витраж. Великий витраж был, очень хороший витраж. На простойном уровне все же возилось в Киев. То так нагласно делалось. То есть эти витражи делали где-то в 60-х годах сразу после построения ЦУМа? Нет, позже. А когда их не стало? Где-то в 70-х годах. Это все в Тернополе где-то в 80-е годы рухнуло. Потому что в перемозе витражи были так же сделаны. А кто был автором? Петро Кукуруза. Они еще есть? Кто? Автор. Автор живее еще есть. У него мают быть эскизы. У него все мое быть. Такий человек, что он все сохраняет. Я так помню, мне рассказывали, что была какая-то старая технология. Что так не делали даже на эти часы. Нет, ну он сам випаливал. Випаливал сам. Потому что ему, например, подъехал палитру. Может такого шкла не было. Он делал объемные вещи. То есть он имел п'ец в комбинате для выпаливания шкла. То есть шкло ставил, оно объемно появилось. Он знал, что он делает. То есть он этим занимался. Он очень хорошо делал это. Вернушись до Суму. На вашей памяти были какие-то другие проекты, чем тот, который есть сейчас? Чи это был един? Нет. Это был един. То есть даже не было никаких шансов что-то интересное поставить. Никто на тот момент. Это сейчас показывают фотографии. Это сейчас вешают проекты. Тогда никто не знал, что там строится. Никто там кого-то пытался. Там четко делалось то, что они хотели. Там никто не пытался. Доброе, что завалили костел. Это для них мальцов. Что они завалили. То есть из них беда с плеч впала. Их заголова там. Все, им есть свободы. Можно делать, что же хочу. Я бы сказал по-российски. Почему? Потому что это, бы иначе сказать, не один. Ну они вытворили это. На рахунок того, что я говорю, что Везо была трохи нахилена. Не помню. Для меня он был шикарный. Я не помню ничего. Мне кажется, что он был ровным. Для меня он тогда был. Это шикарный. Потому что там... Ну, хороший он был. Что там говорите. Потому что вешал не было на костеле, где швейная фабрика стоит. Там действительно вешал не было. Вешал не было. Он так, как бы по самой верхней цели был внесен.